Словами мы можем прокладывать путь в будущее людям и словами мы можем положить конец деятельности человека. Словами мы можем поднять человека и словами опустить. Словами мы можем сделать человека уважаемым и авторитетным. И словами мы можем его унизить и опозорить. Слова играют огромную роль. Нам всегда нужно следить за тем, что мы говорим. Слова играют огромную роль. Словами начинают работать в жизни человека. Очень часто люди говорят негативные слова в жизни людей. И потом эти слова начинают исполняться в жизни людей. Они работают в жизни людей. Мы называем это проклятием. Но послушайте, сегодня, когда мы понимаем, что мы должны говорить хорошие слова, почему Иисус учит нас и говорит, благословляйте гонителей ваших, врагов ваших, и вы будете совершенны, как Отец Небесный. Потому что Отец, Он говорит позитивные слова даже тогда, когда кажется, другой бы сказал негативные. Потому что Он есть свет и нет в Нем никакой тьмы. Наш Бог, Он умеет прощать. Он знает, как это делать. Поэтому мы должны научиться прощать врагов своих и благословлять их. Мы должны научиться говорить слова на сферы бизнеса, на сферы семьи, на сферы здоровья своих близких, своих родных. И нужно говорить хорошие слова исповедания на самого себя. Запомните, слово, которое из вас вышло, это слово, оно имеет творческую силу. И когда вы забыли даже, о чем вы говорили вчера, эти слова имеют свою память. И они работают. Они вас не забыли. Они не забывают ваши обстоятельства. Это слово не забывает вашу ситуацию. Это слово не забывает ваш бизнес, вашу церковь. Это слово не забывает ваши отношения. Поэтому думайте всегда, прежде чем говорить. И говорите всегда, думая. И знаете что? Всегда говорите позитивное. Говорите слова вдохновения, подъема, любви, веры. Вы знаете, люди собираются всегда вокруг тех, кто говорит слова надежды. Кто говорит что-то негативное. Люди всегда бегут от таких. Почему? Потому что негативное убивает, позитивное оживляет. Но сегодня мы говорим о словах, которые мы говорим пред Богом. Экклесиаст, 5 глава, с 1 стиха. «Не торопись языком твоим, и сердце твое, да не спешит произнести слово пред Богом. Потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». И здесь, друзья, речь идет о том, что мы пред Богом, бывает, что-то говорим, что-то обещаем. И дальше говорится 2 стих. «Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни». То есть, когда ты даешь обет Богу, то есть, когда ты сказал слова пред Богом, водное крещение, друзья, завет с Богом, мы обещаем ему быть послушными. Мы обещаем служить ему в доброй совести. И эта совесть будет свидетелем на суде, что мы именно так делали. И Писание говорит, когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его. То есть, когда ты даешь обет Богу, говорится так, что не думай, что тебе можно медлить с тем, чтобы выполнить то, что ты пообещал Богу. Потому что, говорится, он не благоволит глупым, что обещал исполнить. То есть, благоволение Божье, оказывается, можно вызывать на свою жизнь, когда ты даешь Богу обещание и спешишь его исполнить. И это вызывает Божье благоволение. Но глупым человеком считает Бог того, кто пообещал ему и не выполнил. И вот здесь, друзья, мы должны понять, что Бог, Он рассуждает о мудрых и глупых. И говорит, что те, которые говорят слова и не думают пред Ним, Он не имеет к ним благоволения. Я хочу вам сказать сегодня такую вещь, а очень важную. Сам Бог, Он сегодня обращается к нам и говорит о том, чтобы мы были подобны Давиду. Давид говорит, я воздам Богу обеты мои. Я воздам Богу обеты мои. Я исполню обеты мои. И Иаков, он шел по своему жизненному пути. Он бежал от Исава. И вот ситуация, где он обещает Богу и говорит, я дам тебе десятую часть из всего, что ты мне дашь. Только благослови меня. Проходит много лет, друзья. Прошли, чтобы вы понимали, десятки лет. Иаков, он возвращается назад. Это 21 год прошел. И он приходит на то место, и он строит там жертвенник. И он исполняет свой обет. Он берет десятую часть. И он построил там жертвенник. Это место названо Вифиль. До сегодня. И мы видим, что великие люди, они исполняли обеты, которые давали. Дальше говорится. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. И не говори пред ангелом Божьим». То есть, оказывается, ангел Божий. И ангел Божий, это может быть, друзья, подумайте об этом. Это может быть духовное существо, которое было свидетелем того, что ты давал обет Богу. Или же это может быть человек. Потому что ангел — это посланник. Как говорится, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. То есть, то, что я сделал, я вот пообещал, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Подумайте об этом. Что, оказывается, Бог, Он может разгневаться на такие слова, что ты пообещал, а потом говоришь, когда все уже выполнилось, когда Бог со своей стороной выполнил, ты говоришь, ну, это была ошибка. И я видел людей, которые говорили, Бог, ты даруй мне бизнес, даруй мне подняться, даруй мне вообще, чтобы у меня были деньги. Бог это давал им. Но они обещали, Бог, я буду послушен. Бог, я буду давать финансы в церковь. Я буду поддерживать миссионеров. Я буду поддерживать пожилых людей, онкологических больных. И потом эти люди вдруг, когда у них уже все есть, они становятся вообще непослушными Богу людьми. И Он говорит, для чего тебе, чтобы Бог прогневался на слово твое? Потому что они говорят, то, что я обещал, это было ошибкой. Это было ошибкой. И говорится, ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. То есть, когда мы обещаем Богу, и мы исполняем, это сила. Друзья, наше слово, оно пред Богом важно. Я вспоминаю, как я стоял на коленях, и я уже умирал. Друзья, у меня была такая проблема со здоровьем, что я пролежал 4,5 месяца в больнице. И меня выписали умирать. Мне было 20 лет, почти 21 год. И в этот момент я встал на колени в своей комнате. Я сказал, Бог, я обещаю тебе, если ты меня исцелишь, я буду служить тебе всю свою жизнь. Я не был в церкви, друзья. Я не принадлежал какой-то церкви. Я не ходил в церковь. Но я пообещал Богу. И я сказал эти слова. И вы знаете, когда я сказал эти слова, я поднялся на свои ноги. И это слово, оно пред Богом имело такую великую силу, что Он пришел и мгновенно меня исцелил. И после того, как Он меня исцелил, я сразу же стал искать пути, как я буду служить Богу всю свою жизнь. И я исполнял то, что я пообещал Богу. И я исполняю это до сих пор. Я служу Богу, как я пообещал Ему. И это было почти 30 лет назад. Я вам скажу одну такую вещь. Вы должны знать, то, что ты говоришь пред Богом, это важно. Я не могу сегодня взять и сказать пред Богом, что то, что я тогда пообещал, это была ошибка, я не подумал. Теперь уже другая жизнь, мне нужно успокоиться, так много проблем. Нет, сколько бы проблем или радости не было в моей жизни, самое первое на моем жизненном пути, приоритет, это служение Богу. И каждый из нас, мы даем какие-то обещания. Мы, бывает, вступаем в завет с Богом, в договор. И вы знаете, когда мы это делаем, мы должны осознавать, что эти слова, которые мы говорим пред Богом, они имеют творческую силу пред Ним. Он их берет, эти слова, Он вдыхает жизнь в них. Говорится, Он вдохнул жизнь в Адама, и Он ожил. Он берет наше слово, и Он его как будто бы рассматривает как заявку. И потом Он дает жизнь тому, о чем мы просим. То ли это наше тело, то ли это наш бизнес, то ли это наша церковь, то ли это наше душевное состояние, обстоятельства, в трудных обстоятельствах, когда мы оказываемся. Мы, бывает, обещаем Богу все, что угодно, но потом забываем. Нам нужно стремиться сегодня вспомнить все, что мы обещали Богу, и исполнить это. Бог хочет благословить тебя сегодня. Он хочет взять и сотворить великие чудеса по твоим обетам, потому что ты обещал Ему. То, что ты обещал людям, всегда исполняй. То, что ты обещал Богу, тем более исполняй. И пусть слава Божья явится на тебе. Пусть мир Божий наполнит твое сердце. Пусть сегодня Бог посмотрит на тебя и скажет, «Я имею благоволение к тебе», потому что то, что ты обещал, ты исполняешь. Аллилуйя. Итак, дорогие друзья, слава нашему Богу, слава нашему Иисусу за то, что Он творит такие великие вещи сегодня. Хвала Ему. Итак, в эти две передачи я говорил о словах пред людьми и о словах пред Богом. И я вам скажу, говорите хорошие слова людям. Говорите хорошие слова сами себе. Говорите слова в доме своем, самые хорошие. Говорите слова у себя в бизнесе. Говорите слова в церкви. Евангелие — это слово, слово Божье. Проповедуйте Евангелие Иисуса Христа. И я вам открываю секрет. Вот почему Бог сильно благословляет тех людей, кто верен и предан в проповеди Евангелия. Когда ты говоришь всегда благую весть, что такое Евангелие? Это переводится «это хорошая новость». То есть ты позитивное слово говоришь от Бога, послание. Ты говоришь свет, ты говоришь радость. Называется «радостная весть» — один из переводов Евангелия. «Радостная весть». Когда вы говорите Евангелие кругом, вы должны знать, Бог поднимает вас. Бог поднимает вашу жизнь. Пусть Бог благословляет вас. Пусть радость и жизнь наполнят все ваше естество. Я благословляю вас и говорю в вашу жизнь эти слова. Радость. Пусть наполнит твое сердце мир. Пусть наполнит твою жизнь. Просто здоровье, крепость, успех, процветание. Пусть все самое хорошее будет у тебя. Аминь. Аллилуйя. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...